Уважаемые коллеги, 5 декабря в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций мы отмечаем Всемирный День Почек. И в 2020 году он проходит под девизом «Сохраним почвы живыми, сохраним и приумножим биоразнообразие почв». И мы считаем, что в этот день нам необходимо еще и еще раз вернуться к проблемам, которые имеют место в современном почвоведении с характером использования почв, их оценкой и направлениями использования. Почва выполняет многочисленные функции. Прежде всего, это продуктивные функции, производство продовольствия, производство биомассы. Это экологические функции, то есть взаимодействие почвы и регулирование почвами водного, воздушного, теплового режимов и социальные функции. Если мы посмотрим на почвенную карту Украины, то мы выделяем здесь такие особенности. Первое – это разнообразие почв. У нас более 800 видов по материалам почвенного обследования. Вторая особенность – это уникальность почвенного покрова Украины. Более 60% нашего почвенного покрова – это почва черноземного типа почвы образования. Это царь почв, основной кормилец страны. И третья особенность – это наличие все-таки малопродуктивных почв. И надо сказать, что почвенно-ресурсный потенциал наших черноземов и других почв позволяет получать те показатели, на которые вышла Украина за последние годы. Это 60-70 миллионов тонн зерна, значительная доля экспертной составляющей в этом плане. И мешает реализации полного потенциала наших почв, мы считаем три основных фактора. Первое – это дефицит влаги, второе – дефицит питания и третье – это развитие деградационных процессов. Если говорить о деградации почв, то мы выделяем 16 видов деградации. Это прежде всего эрозионные процессы, уплотнение, обеструктуривание, загрязнение почв, засоление, солонцевание и биологическая деградация, которая сводится к сужению биоразнообразия почв. Мы экспертно определяем площади деградированных почв, примерно 12-15 миллионов гектар, и убытки только из-за недобора сельскохозяйственной продукции мы оцениваем примерно в 35 миллиардов гривен, то есть полтора миллиарда долларов. Мы не можем мириться с таким положением, и оно требует существенных изменений, особенно вот сейчас на этапе введения рынка земли. Мы очень беспокоимся, возрастают риски деградации почв, усилений, поэтому мы считаем, что на этом этапе необходимо в максимальной степени изменить систему управления земельными и почвенными ресурсами, и особенно это касается вопросов контроля качества почв и использования их и охраны. И в этом плане мы готовим соответствующие предложения и в администрацию президента, и в Кабмин, и Верховную Раду через Национальную Академию Аграрных Наук. Два слова о достижениях отечественного почвоведения. Я должен сказать, что мы можем гордиться целым рядом разработок, и вот за последнее время в плане научного обеспечения земельной реформы, институтам и почвоведами Украины подготовлена национальная программа охраны почв, стратегия сбалансированного использования и управления почвенными ресурсами, проект закона о почвах и целый ряд концепций, стратегий, систем применения удобрений, в том числе нормативная денежная оценка почв. Если говорить о тех проблемах, которые сегодня стоят перед нами, перед почвоведением, которые мы постоянно выносим на рассмотрение, мы их сводим к следующему. Первое. Это улучшение максимальной степени информационного обеспечения состояния почвенных ресурсов, которое включает в себя проведение повторного крупномасштабного почвенного обследования, потому что материалы предыдущего обследования уже устарели, но, естественно, на новых методологических и методических основах. Второе. Это создание системы почвенного мониторинга с учетом европейских достижений и наработок. И третье. Это создание почвенно-информационного центра. Это законодательное обеспечение состояния почв. Мы по новой, повторно разрабатываем и будем выносить на рассмотрение Верховного Совета проект закона о почвах и их плодородии. Мы считаем, что страна, обладающая уникальным почвенным покровом, должна иметь национальную или, если хотите, государственную программу охраны почв. Создание государственной службы охраны почв. Именно той службы, которая возьмет на себя всю полноту ответственности за состояние почвенных ресурсов. Как пример мы можем привести опыт Соединенных Штатов Америки. Там в 1935 году была создана такая служба. И один раз в пять лет Конгресс заслушивает отчет о состоянии почвенных ресурсов. Курирует эти вопросы вице-президент Соединенных Штатов Америки. Следующее направление это проведение банитировки почв и нормативной денежной оценки. Нам нужна объективная цена на наши почвы. И, наконец, это актуализация научных исследований, укрепление материально-технической базы, приборного обеспечения, чтобы мы могли в этом плане развиваться в соответствии с современными мировыми тенденциями. В последние годы у нас установились такие тесные связи с международными институциями, особенно с глобальным почвенным партнерством. И благодаря этим связям мы приобщились к подготовке целого ряда таких глобальных документов на основе национальных. Это, прежде всего, национальная карта запасов почвенно-органического углерода. Это карта засоления почв. Мы принимаем активное участие в международных симпозиумах, подготовке совместных издательских материалов. И мы планируем на 2021 и последующие годы проведение на базе Института почвоведения и агрохимии в Харькове международной сети черноземных почв. То есть к нам приедут представители около 30 государств, те, что имеют черноземные почвы. И здесь мы будем поднимать вопросы о состоянии наших черноземов, их классификации, их характере использования. В мире накоплен большой опыт рационального использования почв. Применяются новые системы земледелия, разработаны подходы к охране почв. И, естественно, что все эти подходы и наработки мы должны в максимальной степени использовать, имплементировать в нашу деятельность. Я уверен в том, что в Украине есть все возможности создать образцовую систему управления и земельными, и почвенными ресурсами и выйти на модели сбалансированного, устойчивого развития. Я хочу поздравить с праздником, с Международным Днем Почв всех специалистов, которые работают с почвами. Это прежде всего почвоведы, агрохимики, агрономы, экологи, представители органов центральной исполнительной власти. И пожелать всем крепкого здоровья, творческих успехов в вопросах охраны и рационального использования почв. Субтитры создавал DimaTorzok